Я очень хочу, чтобы этого человека не стало вообще. Вот, может, так и нельзя говорить, но я очень хочу, чтобы его больше не было. Для меня и для вообще людей в целом было очень важно оставаться именно в стране, потому что поддержка, она чувствовалась, и очень много людей подходило, просило сфотографироваться, просто пообщаться, и говорило о том, что для них очень важно видеть нас, свободных спортсменов, рядом с людьми, и они себя так чувствуют немного в безопасности. Поэтому решение давалось очень сложно, и вот, наверное, последним уже толчком стало то, что меня посадили. 34. Это народная статья белорусская, политическая. Ну, конечно, он очень сильно относится к спорту как к какой-то своей игрушке, вот, и эта игрушка стала как бы ему сопротивляться, так скажем, она стала что-то делать, то, что ему не нравится. Он приехал, мы все его ждали, такая была показуха, нас одели там, мы должны были одеть там парадную какую-то форму. Ну, как-то, наверное, тогда это как-то так еще более-менее воспринималось, сейчас это, ты понимаешь, что это так нелепо. Там министр спорта, еще тогда Григоров, по-моему, был, пришел, там, ребята, хлопцы, там, не подведите, все нормально, там, какие-то указания, как к нему нельзя подходить с этой стороны, стой, столько всего, такая недотрога. В спортивном плане мы сделали огромный шаг, может быть, 2, 3, 10 шагов назад. Следствие, там, Олимпиада, да, она все показывает, не допуски на соревнования, то есть мы уже, как страна, стали токсичной, так скажем, страной. С нами никто не хочет иметь дело и правильно делают. Он нелегитимный президент, он проиграл выборы, это очевидно всем. И глупо, глупо делать вид, что такого не произошло. Я очень сильно хочу жить в своей стране и очень хочу вернуться туда, но пока у власти вот этот вот фашизм, это, ну, небезопасно для меня, для моей семьи. Поэтому пока я не могу даже представить, что я вот сейчас туда поеду.